Стряпчий Не нуждаюсь я ни в чём после вашего благодеяния. И напрасно вы сюжет такой обо мне имеете. Я теперь же всю жизнь готов отдать за вас. А не то, чтобы фальш какую сделать. Вы подвигаетесь к старости. А графена Кондратьевна дамы из Нежния. Олимпиада Самсоновна барышня образованная. И в таких летах надо бы и об ней заботливость переложить. А теперь же такие обстоятельства. Мало ли что может произойти после всего этого. А что такое произойти может? Я один за всё в ответе. Да что же о вас говорит Самсон Силыч. Вы отжили свой век. Вы слава Богу пожили. А Олимпиада Самсоновна барышня. Каких в севете нет. Я вам, Самсон Силыч, по совести скажу. То есть это всё как по моим чувствам. Вот если я теперь стараюсь для вас. И все мои усердия, можем сказать, не жалея пота кровью прилагаю. То это только потому, что жаль мне вашего семейства. Больно. Так. Позвольте, Самсон Силыч. Положим, всё кончится благополучно. Хорошо. Останется у вас чем пристроить Олимпиад Самсоновна. Но об этом и говорить нечего. Были бы деньги. Женихи найдутся. Но о грех какой сохраню, Господи. Как придерутся. Да начнут по судам таскать. Да на всё ваше семейство эдакая мораль пойдёт. Да, пожалуй, и менее всё отнимут. Должны они будут голод и холод терпеть. И без всякого презрения. Как птенцы какие. Без защиты. Да сохрани, Господи. Да что же это будет-то тогда? Да сохрани, Господи. А в чём же плачешь-то? Я, Самсон Силыч, к примеру, в добрый час болвить, в худой промолчать. От слова не станется. Но враг-то ведь силён. Ведь он же горами шатает. Что же, брат, делать-то? Божья воля против неё не пойдёт. Это точно, Самсон Силыч. А всё-таки вот, по моему глупому рассуждению, всё-таки бы пристроить бы пока Олимпиад Самсону за хорошего человека. Тогда она по крайности будет как за каменной стеной. И чтобы душа у человека была, тогда он будет чувствовать. А что вот сватался за неё? Благородный-то. Он и оглобль назад поворотил. Как назад? Ты с чего это выдумал? Я не выдумал, Самсон Силыч. Спросите, усильно умный. Должно быть, он прослышал, что? Кто его знает? Да умный вам теперь по моим делам и такого нужно. Вы, Самсон Силыч, возьмите в рассуждение, есть ли душа у человека? Ведь вот я посторонний человек, неродной, а для вашего благополучия я ни дня, ни ночи себе покоя не знаю. И сердце у меня всё изныло. А за него отдают барышню, можно сказать, красоту неописную. И денег дают, а он ломается и важничает. Если в нём душа-то после всего этого. Ну, а не хочет, так и не надо. Не заплачивает. Нет, Самсон Силыч, вы рассуждите об этом. Есть ли душа у человека? Вот я посторонний совсем. А не могу же без слёз видеть всё этого. Поймите вы, это Самсон Силыч, другой бы и внимания не взял так убиваться из-за вашего дела. А ведь меня теперь хоть гоните, хоть бейте, я вас не оставлю. Я не могу, у меня сердце не такое. Да как всё меня оставят? Теперь только надежда, что ты. Сам-то я стар, дела подошли тесные. Погодище, такое дело сделаем. Не ожидаешь. Не могу я этого сделать, Самсон Силыч. Поймите вы это, не такой я человек. Самсон Силыч, я, поймите вы это, не такой я человек. Вы сами изволите видеть, хлопочу я или нет. Ведь я же, как чёрт какой, убиваюсь теперь чисто ваше дело. Потому что не такой я человек. Жалеючи вас это делается. И даже не столько вас, сколько семейство ваше. Вы сами, извольте, знать, а графена Кондратьевна, дамы из Нежни, а Олимпиады Самсоновны, парышня. Какие в свете дети. Неужто ушей в свете нет? Да уж ты, брат, не того ли? Воз. Нет. Я ничего. Так что, влюблён, что ли, в Олимпиаду Самсоновна-то? Да что, Самсон Силыч, вы, может быть, шутить изволите? Да что за шутки? Я тебя без шуток спрашиваю. Да помилуйте, Самсон Силыч, смею ли я подумать? А что бы такое не сметь-то? Что она, княжна, что ли, какая? Да хотя бы не княжна, а как бывшие вы моим благодетелем. И вместо отца родного. Да нет, Самсон Силыч, помилуйте. Ну, как же можно? Неужели я не чувствую? Стало быть, ты её не любишь? Нет. Как не любить? Кажется, больше всего на свете. Да нет, Самсон Силыч, как же можно? Да ты так бы и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете. Да как же не любить? Вы сами извольте рассудить, я день думаю, ночь думаю. То бишь, Олимпиада Самсоновна, барышня, каких в свете нет? Да нет, Самсон Силыч, да нельзя этого, ну как же можно? Где же нам? Ничего нельзя-то, дура голова. Да как же, Самсон Силыч, как знам же я вас, как отца родного, и Олимпиаду Самсоновну, и знам же себя, что я такую значу. Ну, где ж мне с суконным-то рылом? Да сэр, ничего ли не суконное. Рыло как рыло. Был бы ум в голове, а ума тебе не занимать. Стать этим добром Бог наградил, то что же, Лазарь, посватать, что ли, тебе, Олимпиаду Самсоновну, красавицу, мне описываю. Не смею я, Самсон Силыч, да, Олимпиаду Самсоновну, может, на меня и глядеть-то не захотелось. Эх, а важность, не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое дечи, хочу с кашей ем, хочу масло пахнуть, и ты со мной-то толкуешь. Да я не могу с вами об этом говорить, Самсон Силыч, я не хочу быть подлецом против вас. Эх, кай ты, братец глупый, да, как бы я тебя не любил, если бы так я с тобой разговаривал, да, понимаешь ли ты, я могу тебя на всю жизнь счастливым сделать. Конечно, я вас не люблю больше, чем отца родного. Да накажи меня Бог, да что ж я за скотина. Точно любишь? И изныл весь, вся душа от у меня перевернулась до внос. Но, коли перевернулась, мы тебя поставим. Владей, владей нашей маланжей. Тятенька, за что жалуете? Не стою я этого, не стою. И физиономия у меня совсем не такая. А ну ее, физиономия. А я вот на тебя все именье переведу, так кредиторы-то, и пожалею, что по двадцати пяти копеек мне взяли. Еще как пожалею-то. Ступай теперь в город, а уже приходи к невесте, мы над ними шутку подшутили. Слушаю, тятенька, слушаю, тятенька, слушаю, тятенька.